Хотя да, мы же знаем, как у нас в полиции действуют. Нужно полюбить своего героя. Династические принципы, что поделать. Зачем показывать, как человек занимается анонизмом? Я убей, никогда не пойму. Терпеть. Удивительная штука кино. Кажется, что она такая высокоидейная. Ну или мне хотелось бы, чтобы было так. Любой самый простой фильм чему-нибудь доучит. Возьмите самый простой боевик, драму, комедию. Всегда будет добро и зло, понятные мотивы, герои, сложные или простые. Но идейность, как мне кажется, всегда лежит в основе сюжета. Рост закрой, тебя никто не спрашивал. Меня зовут Андрей Цветков, я посмотрел драму Евгения Стычкина «Цикады». Это просто кусочек дурацкой самой рекламы, но как иначе. Цикады. Краеугольный камень сюжета фильма – стрельба, устроенная школьником на вечеринке. Но сюжет это громко сказано. Есть куча локальных историй и взаимоотношений между детьми. Любовь, секс, деньги, социальная разница между подростками, зависть. Как я вас всех ненавижу. Авторы как бы погружают нас в молодежную среду, чтобы показать, почему и как возникают такого рода ситуации. Показывают ли? Я не уверен. Скорее показывают, что это не нервная молодежь виновата, а взрослые люди, которые неаккуратно хранят оружие. Собственно, драму ругать особенно не за что. Вполне смотрибельно, переживательно, интригующе. Есть пара спорных моментов, которые мне кажутся достойными обсуждений. Иногда мне хочется, чтобы вас не было. Есть у каждого режиссера своя Ахиллесова пята. Слабое место для тех, кто не знает, что такое пята. Почему она Ахиллесова, надеюсь, знают все. У Федора Бондарчука раньше, сейчас уже нет. Это подстройка всего под эффектный кадр. Он ломал любую логику ради красоты. У Светланы Дружининой это... Светлана Дружинина. Кого-то манит на секс, особенно в пожилом возрасте. Джон Ву когда-то очень злоупотреблял рапидами. Или, как сейчас модно говорить, слоумо. Евгений Алексеевич не смог пройти мимо и зафигачил себе свою питу. Ему хочется эффектного поворота, неожиданные развязки. Да так хочется, что он ломает все на своем пути. Финальная сцена с расстрелом неубедительно абсолютно. Вполне добродушный парень, да, с проблемами, но у кого их нет. Хватает винтовку, которую до этого он в руки ни разу не брал. И стреляет в милую девочку, которая вообще с ним по сюжету не связана. Неожиданно, конечно, но нет, не верю. Не было ни эмоций, ни каких-то стычек. Тогда это не шутинг, это просто немотивированная хрень. После этого стрелок ходит по дому и, имея все возможности и, видимо, желания, хоть и надуманные авторами, никого не убивает. У меня сложилось ощущение, что режиссер слишком буквально понял мысль, нужно полюбить своего героя. Евгений Алексеевич полюбил и спас. Молодец. Желание неожиданной развязки фактически погубило в моем прекрасном мире, естественно. Очень атмосферную драму. Все меня бросили, ты меня бросай. Довольно странно выглядят эти допросы в полиции. Целый класс и все такие стойкие партизаны. Никто не сломался под полицейским давлением. Хотя да, мы же знаем, как у нас в полиции действуют. Иколо давления, все корректно и по закону. Запамятовал. Очень порадовали молодые артисты. Все очень хороши, красивы, играют отлично. Не понравился главный герой, но тут династические принципы. Что поделать, надо терпеть. Я начал с идейности в кино не просто так. Вторая и главная проблема фильма, это какая-то безидейность. Собственно, непонятно, что мне хотел сказать автор. Подростки сложные. Так, что еще? Солнце светит. Вода мокрая. Для чего были потрачены колоссальные усилия? Любой самый простецкий фильм, это колоссальные усилия. Для меня это осталось загадкой. Но я да, запомнил. Подростки сложные. Художественное произведение, на которое часто претендуют кинематографисты, должно быть зубастым, провокативным. Должно ставить вопросы, как-то возбуждать мыслительный процесс. Нечестная игра, вы за счет моих мозгов выигрываете. А когда все тихо и гладко, ровненько, вопросы сразу с ответами, в этом нет ничего, полупустота. Вроде смотреть любопытно, а по итогу какое-то разочарование. Как будто был голоден, поел и понял, что ел невкусно. Ну и про натурализм хотел сказать. Я не очень понимаю, хотя в этом наверняка есть глубокий художественный смысл, когда показывают какие-то физиологические вещи. Зачем показывать, как человек занимается анонизмом, я убей, никогда не пойму. Правда жизни. Ну еще он какает, писает, сморкается, моет жопу. Не останавливайтесь, людям нужна правда. В общем, симпатичная драма, но кажется абсолютно беззубой и безодеянной. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео, высказать свое мнение по поводу этого фильма и по поводу этого ролика. И то, чтобы мне было очень интересно, давайте будем честны друг с другом. Комментарии помогают продвигать видео. Будет здорово, если вы поделитесь им в своих социальных сетях. Ну и если хотите поддержать меня финансово, Манны, 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 Бусти, Дона Тайлер, Скарта, Сбера и прочие несложные методы. Кроме того, подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании. Пока. Небо не видело такого позорного пацака, как ты, скрипач. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok